Истоки басни. Басня как жанр. Одним из самых древних жанров литературы является басня. Она возникла еще в Древней Греции. Басни писали многие древнегреческие поэты, но наиболее популярные и широко известны были басни Эзопа. Эзоп жил в VI веке до н.э., был рабом некого Иодмона с острова Самос, потом был отпущен на волю. Эзоп высмеивал глупость, жадность и другие пороки людей. Многие принимали это на свой счет. Чтобы отомстить Эзопу, обиженные им люди подложили в его котомку золотую чашу, украденную из храма. Согласно легенде, когда Эзопа схватили, его должны были либо казнить, либо он снова должен был признать себя рабом. И тогда хозяин уплатил бы штраф, а Эзоп сохранил бы жизнь. Эзоп не захотел терять свободу и выбрал смерть свободного человека. Его перу принадлежат многие басни, сюжеты которых в дальнейшем использовали в своем творчестве баснописцы других стран. В XVIII веке при дворе Людовика XIV жил писатель Жан де Лафонтен. Он понял, что басни, которые писал Эзоп 23 столетия назад, продолжают оставаться важными для людей. И тоже стал сочинять и перерабатывать басни. Басни Лафонтена написаны уже стихами. В России писатели XVIII-XIX веков тоже писали басни. Это Михаил Васильевич Ломоносов, Василий Кириллович Тредиаковский, Иван Иванович Дмитриев и, конечно, Иван Андреевич Крылов. Что же такое басня? Басня – это краткий стихотворный или прозаический рассказ нравоучительного характера, имеющий иносказательный, аллегорический смысл. Как, не причинив человеку обиды, все же сказать правду ему в глаза? Высмеет человеческий недостаток, порог. Для этого в басне вместо людей действующими лицами являются животные. В басне животные не имеют собственных имен, за их обобщенными образами скрываются люди с их характерами и недостатками. Так лиса – это аллегория хитрости, заяц – трусости, слабости, волк – злости, стрекоза – легкомыслие, муравей – трудолюбие, свинья – грубости и невежества. И хотя перед нами предстают звери, птицы, предметы, мы всегда понимаем, что речь идет о людях. Этот прием в басне называется аллегория. Аллегория – иносказательное изображение предмета, явления для того, чтобы наглядно показать его главные черты. Басня состоит из двух частей – повествовательной, которая сближает ее со сказкой, и поучительной, которая называется моралью. Басня содержит мораль, чтобы автор мог показать собственное отношение к рассказанному в басне, донести до читателя авторскую идею. Мораль басни – начальные или заключительные строки басни с нравоучительным выводом. Басня – это краткий рассказ, в котором имеется иносказательный смысл. Иносказание – это тайнопись, намеренно маскирующая мысль идею автора. По-другому этот тайный язык называют эзоповым. Итак, подведем итоги. Басня – это небольшой рассказ, часто стихотворный. Басня состоит из двух частей – основного повествования и морали. Черты басни как жанра. Аллегорическая форма, сатирическое изображение. Герои, чаще животные. Использование диалога, просторечной лексики. Афористичность языка. Субтитры создавал DimaTorzok